Корнями в память. Вокруг территории возле мемориала героям фронта и тыла долгое время велись споры. Сначала земля планировалась под застройку. Затем глава города Владимир Шарыпов вернул территорию в собственность муниципалитета и объявил, что здесь будет только зеленая зона. Мы сейчас решили, что здесь должен быть сквер нормальный, который будет у нас также посвящен Великой Отечественной войне. И как раз сегодня мы договоримся о том, чтобы был разработан какой-то эскиз, как должен этот сквер будет выглядеть и начнем к нему двигаться. Слово главы города есть, но подвижек пока не видно. Территория не вошла в список претендентов на участие в программе формирования комфортной городской среды. Потому ивановские общественные активисты решили форсировать события. Не ждать решения от администрации, взять судьбу площадки возле памятника в свои руки. Последние опросы, которые проводились с администрацией, они показывают несколько иную картину и в приоритетах. То есть у нас вместо благоустройства зеленых зон, по сути, идет тема продвигается, лоббируется благоустройство, в первую очередь, допустим, площади Ленина. Хотя с точки зрения благоустройства, по моему мнению и по мнению многих людей, благоустраивать зеленые территории является более приоритетным направлением, нежели благоустраивать площади. В первую очередь инициаторы проекта выбрали несколько видов деревьев, наиболее подходящих для посадки. Это ель, каштан, клен, туя и липа. Выбрать из них один предложили ивановцам. Рейтинговое голосование открыто на страничке движения и в Совет РФ. Итоги подведут 6 апреля. Второй этап – это объявление краудфандинговой компании. Мы рассматриваем сейчас несколько платформ для этого, на которые будет объявлен сбор средств на благоустройство данной территории. И сейчас мы ориентируемся на высадку 30 саженцев деревьев, которые, соответственно, победят в голосовании. То есть на данный момент план такой. А там уже будем смотреть от отклика обратной связи от жителей. То есть, возможно, и больше удастся собрать денег и, соответственно, больше саженцев посадить. Дело благое. Вот только без согласования с мэрией действовать все равно не получится. Сначала надо убедиться, не проходят ли под территорией коммуникации. Но в администрацию Иванова запросов не поступало. Вот об этой акции, которая происходит, и на этом сайте озвучено, что уже сбор средств происходит для приобретения, скажем так, объектов озеленения и их высадки. С администрацией этот вопрос никто не согласовывал. Нужно понимать, что в планах благоустройства администрации на конкретной точке на этом объекте могут быть свои планы. В планах города там организовать место проведения досуга, либо отдыха для горожан. То есть, либо аллея, либо сквер. Сейчас эти вопросы как раз рассматриваются, потому что есть ряд предложений и определяем концепты. Оптимальный вариант – совместная работа. Так, возле мемориала может появиться не только аллея, но и полноценная зона отдыха. С дорожками для прогулок и лавочками. Ну а деревья лишними точно не будут. Особенно в Иванове. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!